Ну, здесь два варианта. Первый вариант, о котором говорит его окружение, говорят очень многие наблюдатели, что Путин опасается опять попасть в просаг со следами отравляющего вещества. Ну, возможно и такое. Но я считаю, что гораздо более опасным и гораздо более прогнозируемой опасностью для Путина является проблема с похоронами Алексея Навального в условиях, когда вовсю разворачивается вот эта вот предвыборная кампания. В этой ситуации никто не возьмется прогнозировать, чем эти похороны могут завершиться. Может они завершатся так же тихо и мерно, как похороны Пригожин. Может быть, огромные столкновения будут по Москве. Если действительно мама Алексея говорит о том, что ей выставляют такие условия, то это, конечно, идет в пользу той версии, что они боятся именно церемонии прощания. И если мама не согласится на их условия, то, скорее всего, они будут тянуть до послевыборов. Власть на самом деле знает все не хуже нас. Другое дело, что власть ужасно не хочет, чтобы люди поняли, что их много, тех, кто против Путина. Вот это главная задача на сегодняшний день путинской пропаганды – это убеждать людей, что если они против Путина, то они маргиналы. На самом деле это уже давно не так. То есть даже те люди, которые за войну, они, тем не менее, против Путина считают, что это человек, который завел страну не туда. И уж, конечно, против Путина те люди, которые против войны, а их сейчас больше половины населения страны, как известно по опросам. То есть он понимает, что он может увидеть на улицах очень много людей. И это, в общем, практически непрогнозируемо. То есть вот здесь вот то ли люди будут опасаться, то ли люди примут решение выходить. И если они примут решение выходить, и они увидят, что их на самом деле много, то это может быть и конец режима.